Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Океания – это уникальный регион, располагающийся в южной части Тихого океана, который содержит в себе более 25 тысяч островов общей площадью более 8 миллионов квадратных километров. Несмотря на то, что изначально масштабы океании могут показаться сравнительно небольшими, сам регион простирается от берегов Австралии до южноамериканского континента, как мы видим на данном слайде. Продолжение следует... Продолжение следует... Саму океанию принято делить на три историко-культурных ареала – это Меланезия, Микронезия и Полинезия, как мы видим опять же на данном слайде. Меланезию населяют 11 миллионов человек и в ней располагается как раз Папуа-Новая Гвинея. В Полинезии проживает 700 тысяч человек, а в Микронезии около 500 тысяч человек. Кстати говоря, в Микронезии расположено и самое маленькое государство океанинского региона, которое называется Науру. Оно простирается на 17 километров в длину и 15 километров в ширину, а её население составляет около 10 тысяч человек. Ну и говоря о путешествиях конца 19-го, начала 20-го века отечественных моряков в океане, нам безусловно стоит отметить учебно-тренировочное плавание корвета Ринда, которое состоялось в 1887-1888 годах. В нём участвовал и великий князь Александр Микайлович в ранге Митимана. Любопытство экипажа корвета Ринда подогревали и рассказы капитана корабля Фёдора Карловича Вилана, который уже дважды посещал Австралию, а также истории об океанинских путешествиях Николая Миклуха Маклая, которые были примерно в это же время. В январе 1888 года корвет Ринда прибыл в австралийский город Нью-Кассел и из-за погрузки угля доступ на Ринду для посетителей был закрыт. Но оркестр российского судна продолжал играть на берегу, его выступления собирали сотни слушателей, а особые впечатления на австралийцев произвели русский национальный гимн и превосходная дисциплина моряков. Затем, по прибытии корвета Ринда в город Сидней, экипаж экспедиции неожиданно для себя обнаружил, что прибыл во время Таджес в честь столетия со дня основания английской колонии в Австралии. Сами австралийцы восприняли прибытие Ринды как специально присланную делегацию из России. Губернатор Нового Южного Вэльса Лорд Карингтон пригласил великого князя в дом правительства, но поначалу его присутствие на торжествах казалось невозможным. Будучи всего лишь мичманом, великий князь Александр Михайлович формально не имел права выступать ни в качестве представителя экипажа русского судна, ни тем более в качестве представителя России. Кроме того, иногда Александр Михайлович не мог присутствовать на торжествах, так как должен был нести вахту наравне с другими офицерами. В любом случае позднее великий князь присоединился к торжествам, ему был присвоен статус почетного гостя, и, кроме того, он постоянно был в центре внимания австралийской прессы. Российские моряки также оказали большую помощь организаторам пикника для детей-семей с малым достатком. Британский фрегат Нельсон, на борту которого был оркестр, не успел прийти в Сидне, из-за чего на пикник был приглашен русский оркестр, слава о котором уже успела дойти до Сиднея из Нью-Касла. Корвет Ринда покинул Сиднея в феврале 1888 года и направился в Мельбурн, куда прибыл спустя три дня. Австралийские журналисты снова восхищались корабельным оркестром и во всех деталях описывали устройство и вооружение российского корвета. В Мельбурне Ринду посетил и мэр города, а сами горожане гостеприимно встретили российских моряков. В австралийском городе корвет пробыл около трех недель, после чего отправился в Новую Зеландию, затем в Новую Гвинею, Фиджи, острова Самоа и другие уголки океании. Примечательно, что зарисовки новогвинейцев, которые делал великий князь Александр Михайлович в ходе данной экспедиции, благополучно сохранились и до наших дней. Уже после революции 1917 года, находясь в Европе, Александр Михайлович запишет в своем дневнике, что часто вспоминает далекие острова океании, их тропические леса, город и сам Тихий океан, где он был по-настоящему счастлив. В начале 20-го столетия большой вклад в изучение океании внесли ученые Александр Леонидович Ященко, который изображен слева на слайде, Владимир Владимирович Светловский, изображенный справа, и Владимир Николаевич Любименко, фотографию которого вы можете видеть в центре слайда. Говоря об Александре Леонидовиче Ященко, то он с ранних лет проявлял живой интерес к учебе и во время обучения в гимназии он увладел греческим, латинским, немецким, французским языками, а также английским и шведским позднее. В студенческие годы его незаурядные способности и знания снова обратили на себя внимание преподавателей, и по окончании первого курса Ященко был приглашен в экспедицию на крайний север Европейской России для изучения Лапландии. После этой экспедиции окончательно и определилась основная линия его научных исследований – это зоология впоследствии со все большим уклоном в зоогеографию, а затем антропологию и этнографию, которая быстро тогда развивалась в университетах. В начале XX века научные исследования и слава Николая Николаевича Миклуха Маклая овладевали умами многих молодых ученых. Отправиться в дальние неисследованные края мечтал сам Александр Леонидович, и так в 1903 году он отправляется в Австралию. Будучи в Аделаиде, Ященко много ездил по окрестностям и совершил дальнюю экспедицию близ озера Килолпанино. Во время пребывания в поселении местных жителей Ященко впервые увидел, как он пишет, метание загадочного орудия австралийцев, то есть бумеранга. Также русский ученый описал способ ведения счета коренного населения Австралии. Они показывали два раза два пальца, что означало четыре, также показывали два раза, но уже три пальца, что означало шесть, а целая рука означала пять. По воспоминаниям Ященко местные жители хорошо разбирались в положении звезд и давали им множество названий. По лунам и положению звезд на небе они также узнавали время и место цветения нужных им растений. В Австралии Ященко прожил около трех месяцев. Путешественник посетил город Аперт, Аделаиду, Мельбурн, Сидней, Брисбурн и Кернс. Кроме того, Ященко провел исследования в области зоологии, а также жизни и быта коренных жителей Австралии. Собранная им ценная коллекция предметов материального быта коренных жителей, к сожалению, была частично утрачена в 1930-е годы, но оставшаяся ее часть ныне хранится в Кунсткамере и Зоологическом музее Российской Академии Наук. В дальнейшем океане изучал экономист и общественный деятель, профессор Петербургского университета Владимир Владимирович Светловский. С 1891 года он проходил обучение в Мюнхене, после чего вернулся на родину и продолжил преподавать в Петербургском университете. Там он основал и первый студенческий кружок по политэкономии, и экономический кабинет, которым руководил до конца своей жизни. В 1907 году Светловский получил специальное задание от Петербургского университета и Академии Наук собрать этнографические коллекции, после чего он отправился в океане. Коллекции из Новой Зеландии, привезенные Светловским, содержат яркие образцы резьбы по дереву, каменных орудий и одежду маури из новозеландского льна. С островов Самоа русскому ученому удалось привезти и подлинное каное с балансиром, а также ожерелье местного вождя из 37 обточенных зубов кашелота. За год путешествия Светловский побывал на Новой Гвинеи в Австралии, Новой Зеландии, Гавайских островах, островах Самоа, Фиджи, на Новой Каледонии и острове Пасхи. Владимир Владимирович внес большой вклад в российскую науку об океане, а его коллекции сотен предметов, которые он привез с собой из океанейского региона, и как многие из которых были уже крайне редки, сразу получила высокую оценку специалистов-этнографов. Ну и затем в 1912-1913 годах при поддержке Императорской академии наук ученый Владимир Николаевич Любименко побывал в Австралии, а также на островах Океании, где провел исследования в области ботаники и зоологии, а также собрал богатую ботаническую коллекцию. Первым делом Любименко посетил столицу Западной Австралии, город Перк, где планировал изучить пути одомашнивания австралийской флоры, но позднее обнаружил, что в цветниках были те же растения, которые составляют флору европейских садов. Как пишет сам Любименко, происходило это, вероятно, по причине консерватизма англичан, которые и в своем новом отечестве предпочитают окружать себя прежними растениями. Русский ученый также побывал и на острове Тасмания, который располагается к югу от Австралии, которую он назвал одним из наиболее красивейших мест пятого континента. Любименко также побывал и в различных уголках Меланезии, где наибольшее впечатление на него произвел остров Новой Гвинеи. Русский ученый был настолько поражен богатством и разнообразием природы этого острова, что позднее отметил в своих трудах и сказал, что Новая Гвинея в последующем станет настоящим раем для ученых. За время своих путешествий Владимир Любименко изучил коллекции ботанических садов Австралии, установил тесные связи с австралийскими коллегами-ботаниками и даже принял участие в съезде Австралазийской ассоциации развития науки. Из Австралии Любименко привез большое количество посевного и посадочного материала для Петербургского ботанического сада, а некоторые из видов растений, которые он привез из Австралии, он попытался акклиматизировать в Никитском ботаническом саду, который находится в Крыму. Ну и таким образом мы видим, что традиции, заложенные Николаем Николаевичем Миклухом Аклаем по изучению океании, были продолжены новыми поколениями русских ученых и путешественников конца XIX – начала XX веков. Благодаря ним до нас дошли по-настоящему ценные сведения о природе океанейского региона, о культуре и образе жизни коренных жителей Австралии и Океании, а также коллекции редких предметов материального быта, которые уже тогда было нелегко встретить на просторах южной части Тихого океана. Вместе с тем, как мы видим, именно моряки положили начало и политической составляющей в развитии отношений между Россией и Австралией. На этом наша лекция подошла к концу. Благодарим вас за просмотр и, надеемся, вы узнали для себя много нового. Ждем ваших вопросов в комментариях, на которые мы обязательно ответим.